привет друзья ну что мы сейчас на ферме на ферме где мы увидим животных которые находятся на лечении и как рассказывают их потом отпускают как наши друзья рассказывали сейчас увидим сов змей думаю крокодилов орлов черепах очень большой огромный общем все посмотрим все покажем подписывайтесь пошли смотреть животных джамбо джамбо хаваю наш гид видимо а вот наш гид джима да да давайте рассказывайте уже нам дали другого гида спроводили нас можно так сказать сейчас будем рептилий гадов смотрите уже черепаху вижу такую красивую но мальчик нам рекомендует посмотреть крокодильчик а ну давайте заглянем где он где крокодил то в воде нас ты видишь покажи нашим телезрителям бедный крокодильчик спит вот его мордочка и он такой бедняга отстаньте от меня мальчик и лайн и лайн ван ту а в эту говорит что еще один где то есть но извините жарко сейчас я сейчас извините жарко снимите меня отсюда пожалуйста кто-нибудь а как снимать так я не так ну давай руку шутит наташа а вот черепаху какая ты красивая мы читали про эту черепаху она одна здесь она очень-очень пожилая 129 лет старушенька с днем рождения тебя не знаю когда он у тебя ну в общем ты их выживай короче как только можешь выживай сейчас давай фотографируемся смотрите как мальчик стал кормить ее это он это он его да это это тоже мальчика растениями уже какая наживая вот прямо это и он я такого впервые вообще вижу какая красота смотри какой у него штука там впереди как я не знаю рок какой-то лена так он активный как грудная такая мышца на которую можно голову положить три сколько листов а ему именно это при этом друзья видели только на нашем канале смотрите какой розовенький язычок ставьте лайки мне кажется ничисла путок даст атак его атакоп протянем парень боится нет вот и булькнуло отчет а так лет сто двадцать дней до 175 может создали посмотри на этот листик ему нравится вы такое вообще видели уже какой язык красивый он кусается мне интересно он может у него очень посмотри какие зубы там как это поэтому мальчика боится ему дать полностью ручку мне вообще интересно прям как учить прям как сафари настоящее то что женщина ему дает он так и лапой так что вы мне дали женщина вообще это взяла понятно просто просто валялась он не если ему это нравится так он от меня где-то 50 сантиметров за листьями не понравилось это черепаха не летит линии выше на занзибаре реальный такой черепах такой что он делает что там сказал что ты подошла почесала я боюсь все-таки на снимали так ты сбоку подойди так я сбоку я его вхожу чтобы этим памятным есть давай вот сюда вот ты давай отведешь ахахаха наш им реально как вот кожа кожа ну конечно цеж кожа масятка он хорош и величный такой даже приятно с тобой боже какой он ты кусаешься как обезьяна ты такой интересный вообще классный вот смотри Замечательный. Замечательный. Спокойный. Малыш. Ты мальчик потрогал тоже. Уже не страшный ребенок. Ну так, ну давай ты. Он решил идти. Динозавр просто какой-то. Так, ну что, потрогали с нами? А это, наверное, варанчики. Вот здесь вот лежит. Потом подо мной сейчас ползет. А вон в воде. Да, вон еще. Ребенок закапризничал и убежал. Не, ну мне тоже страшно было бы, наверное. Мам показала. Сейчас пусть Наташа посмотрит еще. Даже не представляете, как их забрала сюда. Смотрите, где Наташа и где я стою сейчас, чтобы вам показать питона. Точно это питон. Да, вы здесь не водятся. Но проблема, что камера из-за прутьев не наводится. Но он красивенький, конечно. Лежит в мордочку. Высунул. И уже устал от людей. Когда он двигается, даже не представляю, какой он. Заполняет эту клетку. Всю. Снова, возможно, будут отблескивать. А вот черная мамба. Это очень такие живые, какие-то подвижные змеи. Безусловно, всех их жалобов. Наташа сказала, но они же хотят выбраться. Ну вот же, ну вот. Не это так, другая. Они хотят выбраться. Это какой-то, наверное, зоопарк даже. Не знаю. Мы сюда ехали, чтобы посмотреть цов и ястребов. А вот... Подержать? Фу, ты вот. Не-не-не. Спасибо. Подержать не хотим. Не-не. Мужик, давай держи сам. Я уже змейку подержала. Мне нормально. Ну, я не думаю, что он сейчас джедеритую змею вытащит. Ну, тогда посмотрите, какая змейка. Ну, он аж хочет просто отсюда сбежать. Честно, мы эти все зоопарки уже оставили. Но вот иногда приезжаем вот... Даже не подозревая, что зоопарк. В прошлом году вот там, помните, был просто питомник. Где просто отпускали, когда змея, ну, была травмирована. Ее забирали, потом отпускали. Это, я не знаю, отпустят ли их. Я не думаю. Честно, жаль. Хотя мне вообще змей, как по природе, нравится за ними наблюдать. И, наверное, если бы я увидела в живой природе, я бы убежала. Но эти животные мне нравятся. И все равно видеть их в плетках очень жалко. Просто, просто жалко. Вот, наверное, пятошка маленький. Спит там. Ну, помните, в прошлом году я рисковала, держала змею. Такая подвижная попалась, подвижная. Здесь тоже вообще похоже чем-то на эфу. Не знаю. Конечно, это вряд ли эфа. Но одна из самых ядовитых змей, по-моему, Средней Азии. Так что это не эфа, чем она здесь делала. Вот тут, наверное, пройти можно. Я знаю, пройти здесь можно. Ну, я прошла, как бы. Не знаю, короче, я прошла. Хотя, странно, что здесь вот змейки вот так вот. Видите, они как... Они здесь... Вот эти вот не за стеклом, а эти за стеклом. Какая красивая коралловая змея, по-моему. Ой, их даже две там. Подружки прям. Не поняла. Вы слышите? Да ладно, это что, змея шипит? Да ладно. Наташа, иди сюда. Тупом змея шипит. Ой, капать. Может, заходить не надо было? Там реально шкура лежит. Змейная. А точно сюда можно? Да, можно. А что это этому самому? Я к ней приближаюсь, а она шипит. Это не она. Она? Ну, тихо. Ну, как будто дышит. По-моему, она. А где капюшончик? Смотри, смотри. Выдали змею победу. Мальчику. Выдали змею. Но у меня такого желания больше нет ее держать. А вот, да, кто-то уже сбросил. Мне вот это на кобру похоже, кстати. Наташа, мне это она вот тоже сбросила. Вот кобра, по-моему. А голова тут где-то есть? Спит. Спит кобра. Ну, звук капец, короче. Ну, вот такая вот змея тут. Ой, вон совушки, по-моему, уже. Наташа, иди сюда. Как-то к совушкам можно подойти и не бояться, что тебя уклюнут. Хотя, может, здрасте. Хотя, Наташу одна сова в Эмиратах клюнула. Привет. Здравствуйте. Что-то глаза заспанные. Разбудили мы вас. Ум, простите. Мы на экскурсию здесь. Привет. Привет. Хотела сказать, смотри, Наташа, какая сова потешная. На самом деле, жалко животных, которые сидят в клетках. Она к нам не смотрит, так у нее какой-то вот вид такой, блин. Ей нехорошо и жарко, по-моему. Не знаю, ну, бедную змею все трогают лапой. Думаете, ей это приятно? Наверное, нет. Не, ну, мальчик рассказывает и клянется, что они здесь ловят змей, которые попадают или в дома, что люди звонят, или они действительно, они имеют травмы. Они их восстанавливают. Он клянется, что они возвращают их. Они возвращают их в живую среду. Кстати, эта вот змея шипит, она чувствует вибрации, она защищает себя. Это называется пафинг. Она нас пугает, да? Она пугает нас, вот реально, вот я вот, у меня шло. Видите, она надувается, как бы, и сдувается, надувается и сдувается, пугая нас этими звуками. Ох, какая, ну ты красавица. Наташа все-таки шкуру взяла. Курка какая-то тончайшая. Посмотри, как она переливается. Сейчас на солнце прямо как эта, радуга. Перламутр. Перламутр. Такая тоненькая-тоненькая. Интересно, как змея ее выкинула или как? Мне непонятно, или змея вылезла. Пойдемте-ка отсюда же. Вопроси. Это семья таких красивых сов. Мама, папа и ребенок. Да, но они сейчас спят просто. Вот так вот. Какая интересная. Ты красот, какая интересная сова. Она как в мультиках или в сказках просто. Я такую не видела еще. Какая красивая. Какие умные, я бы сказала еще. Это, конечно, вообще красивая. Вообще, какая-то интересная. Красота. Жарко малышке, наверное. Оно еще там есть. Но там плохо видно. Зрачок большой, а тут маленький. У меня зрачок и я, они зумят, у нее глаза как зрачок, у нее маленький зрачок, а потом это. У нее зрачок, у нее зрачки расширяются, левый у нее большой, он мне вообще нравится, самая такая интересная. А вот эта вот змея, говорят snake eater, snake eater ест всех змей, очень плохо видно, симпатичная тоже такая, из-за решеток тоже плохо видно, надеюсь вам что-то видно. Маленькие крокодильчики, мы таких на Шри-Ланках видели, на Шри-Ланке видели и гладили. О, их тут много. Ох, их тут много, реально. Так, что там про фалькончиков рассказывают? Просто фалькон, точнее ястреб или орел спрятался у него и абсолютно по-моему туристов не хочет видеть. А, ты слышал звук, это он делал? Да, да. А, специальная перчатка, у нас много детей имеют дома таких ястребов в Эмиратах и они их приносят на всякие торжества, особенно на День Эмиратов. Вон еще есть вдалеке, сидит привязанный, неужели тебя отпустят? И вон сова, по-моему, вдалеке. Сова, по-моему, вдалеке. А вот еще из этой породы, просто рядом дети присаживались, фоткались. Птица такая бедная такая, вся всклокоченная такая. Как я вас всех ненавижу, если честно. Просто по ней аж видно. А зачем мы их держим? Давай спросим. Не знаю. Привязали просто и... Чтобы приехали, деньги привезли, наверное. Вот еще дальше. А с этим уже мы показывали, с этим... О, малыш, а что ж тебе дать, еды или воды? Если бы знали, вы общаешься? Да. Общаешься с другом по неволе. Здесь когда-нибудь их все-таки выпустят. Как они... А вон кот идет, кстати, кот. Тудун. 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 Не, ну кот вряд ли здесь что-то получает. Мне кажется, он, скорее всего... Ну, получает в смысле, как еда из птиц. Они, скорее всего, как клюнут. Так что вряд ли. Привет! Вот еще один вариант совы. Споты и голкова. А мы нужны в гугле. Переводите. Такие совы интересные, слушай. Слушай, они на одной лапке сидят, они с мошенными на одной лапке сидят. Я не заметила через камеру, смотри. Он еще про какую-то он рассказывает. Про вот такую же похожую, мне кажется. Ужек рассказывает веселить детей. Ой, какая красивая саванна, Таш, смотри. Какая она необычная. Малушка, не хочешь посмотреть сюда, но я бы в твоем состоянии, тоже не смотрела бы на людей. Ой, какая ты гордая, красивая. Да, отверну-ка я свою ручку от вас. Она реально как на 360 поворачивает. Красота. Это как вообще? Мне кажется, она повернула сейчас на 360 или у меня что-то с этим было. Ну, сейчас пока она в сторону повернула. Ну, так раз и обернула. Знаешь, что у нас дела? Обрыдли ей люди уже. Привет. Ты красивая. Ну, очень красивая вообще сои какие-то. Так, ну, миленький вообще. И так знаю, что мудрые птицы. Так я еще это и вижу, что они мудрые. Смотри, как она. Опа. Ты видела? Нет, наверное, у нас так влюблено не было. Людям влюблено. Вы можете так повернуть? Не надо, не надо. Просто лайк поставьте. Не воспринимаешь нас, да? Ну, извините. Ну, все, мы пошли, наверное. Ну, пойдем. Сейчас к тебе следующая группа. Да, сейчас к тебе следующая группа придет. Это вот интересная. Ой, такая оп. Это мистическая сова. Вообще красивая. Ну, совы вот как-то поразили, честно. Очень прикольная. Вообще такая малышка просто, я не знаю. Очень маленькая. Наверное, с мою ладонь где-то вот. Я не знаю. Нет, это порода такая вот. Тоже такие же маленькие. Ух ты. А вот там такая. Вот это вот совушка и такой орлан, по-моему. А! Это красотка. А там вообще просто такой орлан, что как сядешь на него, так и скинешь. И вон там тоже совы. Это вот самая, конечно, сова, всем сова. А у этого малыша, действительно, что-то с крылом у него. Только что он плохо раскрывал крылья, и правое крыло у него реально поломано. Но вид божит все, что когда они выздоравливают, выпускают. У совушки Полины тоже проблемы. Я с ней сфоткалась. Ну, она так от меня не очень так была в восторге. Ну, я ее понимаю, в принципе. Да, малыш, я знаю. У тебя с крылом что-то. Но надеюсь, реально их отпускают здесь. Ну, блин, ну, если просто здесь их мучают, то это, конечно, хреново и неприятно. Вот. А сам парк хорошо, что находится в такой тени. Знаете, такая хорошая тень. И сегодня такой потный день. Нам так очень жарко. И, наверное, никакой вентилятор нас не спасает. А кондиционера просто у нас в номере нет. Есть только вентилятор. Ну, что, 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 с кем ты разговариваешь? Зовет кого-то. Ну, так, в принципе, конечно, интересно их посмотреть, увидеть. И сов. Очень понравились. Совы, конечно, класс. И змей, и крокодилов. Ну, блин, я надеюсь, ну, реально, ребята, ну, что их выпускают. Ну, все зоопарки, конечно, радуют в детстве. Да, когда понимаешь, что это все не свобода, то они уже не сильно-то и радуют. А вот много кенийских черепашек. Это конкретно кенийские, он сказал. Ой, какой раскрас. Слушай, сейчас смотрю, какие они красивые. Посмотри, какие прямо нарисованные. А вот, смотри, у этого травма реальная. Ой, 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 бедная. Черепаха начала двигаться, дети испугались. А вот там совсем маленькие малыши. И, кстати, у одной реально панцирь так треснет, что, понятно, ее нужно восстановить. Не знаю, где она вот. Малышка, что-то, что-то, а вон панцирь, смотрите, вообще. Видите? Надеюсь, надеюсь, что здесь животным помогают. Сейчас, по-моему, это, который сверху через сетку вылетит. Дайте мне место. Я хочу здесь лежать. Подтягиваю. Лапы зацепляются, а так как бы подпихиваются. Так он нормально сиди, где стоял на земле, вот тут высокий. Ну, а теперь нет. А теперь нет. А только один тот умный, знаешь, это особнячком держит. Далеко лежит. Посмотри, посмотри, посмотри. Поднимай. А этого все долбят об этот камень, понимаешь, башкой. Ну, да, я думаю, почему потом надо их восстанавливать. Они же тут сами еще и дерутся. Так, все, забияка, уняли тебя. Еще один камень. Как сдохнет там. А вот совсем малышки. Говорит, два года здесь, два года там, два года там, потом выпускают. Нам показали все видеть черепах, даже большую. Ну, вот этих вот тоже как-то, наверное, я даже не думаю, что не восстанавливать. Наверное, ну, народы малыши, да, которые здесь родились. Дальше следить, наверное.